Приветствуем всех, кто присоединился к прямому эфиру. Это информационный мраффинфридум в рамках телеканала ЕИ. В студии Олег Брисов Анна Ниченко. Сегодня до 12.00 будем работать для вас. Здравствуйте. 79-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину. Мы работаем для вас каждый день для того, чтобы вы понимали, что на самом деле здесь происходит. Такую информацию не дадут российские пропагандисты, потому что там фейковая реальность, фейковая параллельная реальность. Здесь фактаж. Ну и начнем сразу же с фактов. Традиционная сводка от Генерального штаба вооруженных сил Украины по боевым потерям Российской Федерации на территории Украины. Именно сводка за вчерашний день, обновленная будет уже в 10.00 по Киеву. По состоянию на вчера 26.900 потерь уже личного состава Российской Федерации, более тысячи танков, около 3.000 бронетранспортеров, 542 единицы артиллерийских систем, ракетные системы залпового огня уничтожены в количестве 193 единицы, ПВО-88, более 2.000 автомобилей, 200 самолетов, 162 вертолета, беспилотников уничтожено в украинском небе, 405 кораблей, 13 специальной техники, 41 единица и крылатых ракет, 95 уничтожено. Ну и также по данным ООН, по состоянию на 13 мая в результате войны в Украине погибло 3573 украинца. Тем временем украинские защитники в Мариуполе уничтожили 6 тысяч оккупантов, в том числе одного генерала, заместитель командира полка АЗОВ, капитан Святослав Паламар. Уничтожено 78 танков, более 100 единиц бронетехники. Отмечается, что враг преобладал по количеству людей и оружия. Группировка насчитывала около 14 тысяч человек, в том числе боевиков предприятия ППК «Вагнер». Украина отстояла Харьков, а россияне полностью отстаивают позиции. Ну и, кстати, об этом говорят аналитики Американского института исследования войны. Касательно Харькова, россияне пытаются удержать линию к западу Волчанска, чтобы защитить свои наземные линии связи от Белграда до Изюма, но неясно, добьются ли они успеха. Российские военные возобновили наступательные операции в направлении Славянска, но 13 мая не добились прогресса. Да, не добились прогресса. И вы знаете, что интересно, оговорилась, простите, 79-й день войны, сказала, 80-й день войны, будем говорить по итогам, то, что было за последние сутки. Знаете, что сейчас самое, как-то, знаете, страшное и самое непонятное? 80-й день войны, сколько еще таких будет дней войны, и когда же, наконец-то, мы скажем, победа и мир в нашей стране? Но, как говорит президент, мы на день ближе к победе. Каждый раз на день ближе. Далее в эфире оперативная сводка от Генштаба ВСУ по состоянию на сегодня. Давайте посмотрим. Украинские военные продолжают давать отпор российской армии, цель которой – получение полного контроля над Луганской и Донецкой областями по административным границам. Плюс к этому – сухопутный коридор с Крымом. К слову говоря, украинские военные только за минувшие сутки отбили 18 российских атак, и это только в Донецкой области. Если более подробно по регионам, то на Донецком направлении, а именно в Рубежном, самые ожесточенные бои. К слову говоря, Орехово российская армия пыталась штурмовать, но им это не удалось сделать, потому что украинские военные дали мощный отпор. Азовсталь и город Мариуполь. И именно сюда российская авиация постоянно сбрасывает авиабомбы. Цель – это получение полного контроля над городом Мариуполь, но опять же, сейчас Азовсталь контролируется нашими военными. Еще очень важная стратегическая точка на карте Украины – это остров Змеин. Министерство обороны Российской Федерации постоянно говорит, что получили полный контроль над островом, но это не соответствует действительности. При любой попытке высадки российского десанта на остров, они уничтожаются нашими байрактарами. Ну и важно помнить, что Луганск, Донецк, Мариуполь, Мелитополь, Херсон, Крым – это Украина. Была, есть и будет. Верьте в ВСУ. Ну что ж, будем продолжать далее оперативную сводку и также будем далее говорить о том, что происходит в Украине. В Украине находится 105 активных батальонных тактических групп россиян, заявил высокобставленный чиновник Пентагона. Также читался, что, по его словам, Россия продолжает сосредотачивать все больше батальонных групп на Донбассе. Однако он подтвердил, что среди российских военных замечены проблемы с боевым духом и многие просто отказываются воевать на территории Украины. Там очень сильное желание сражаться. Опять же, у нас нет полного представления о каждом подразделении, но мы не видим проблем с сплоченностью и моральным духом подразделений. Мы не видим неофициальных свидетельств проблем сплоченности и морального духа в украинских войсках. Президент России, Путин серьезно болен раком. И в Российской Федерации уже проходит переворот с целью свержения Путина. Об этом сообщил глава украинской разведки Кирилл Буданов в интервью телеканалу Sky News. По словам Буданова, война с Россией к середине августа достигнет переломного момента и завершится уже к концу года. Он также заявил, что в России уже проходит переворот с целью свержения Путина, а российский лидер серьезно болен раком. Также, по словам главы разведки, у Путина еще несколько тяжелых заболеваний. Буданов добавил, что Путин находится в плохом психоэмоциональном и физиологическом состоянии. Давайте послушаем. Президент Владимир Зеленский выступит на Всемирном экономическом форуме в Довосе 23 мая. Его речь в видеосвязи запланирована на первый день форума. На форум также приедут министр цифровой трансформации Михаил Федоров и мэр Киева Виталий Кличко. Тем временем городской совет Риги окончательно принял решение демонтировать монумент советским воинам-освободителям. Ранее представители России осудили возможный снос и угрожали экономическими мерами. После голосования около 200 человек собрались в центре города, выступая против сноса монумента. По данным издания Делфи, полицейские задержали 7 человек, в частности лидера Российского Союза Латвии и депутата Европарламента Татьяну Жданок. Ну а тем временем Соединенные Штаты Америки проведут ротацию 10 тысяч военных своих, размещенных в Европе. Министр обороны США Лой Тойстин поручил развернуть более 10 тысяч военнослужащих, это его указание. Развернуть эти 10 тысяч военнослужащих планируют в ближайшие месяцы, которые заменят американские армейские подразделения на Европейском театре операций, сказал спикер Пентагона Джон Кирби. Он добавил, что ротация носит запланированный характер, американские подразделения вернутся в места дислокации. Эта замена произойдет уже этим летом, сообщил Кирби. И рыли окопы, вырывали древние артефакты. В Одесской области военнослужащие 126-й бригады террабороны обнаружили амфоры с киевских времен. Как военные стали археологами по неволе, смотрите в материале нашем. Одну мы нашли на этом месте, а через несколько часов рядом была найдена маленькая амфора. Вот так бойцы террабороны копали окопы, а накопали две античные амфоры. Ценную находку датировали 4-5 веком до нашей эры. Амфоры принадлежат древней цивилизации, жившей здесь более 2000 лет тому назад. После находок рыть окопы в этом месте перестали, чтобы случайно не повредить другие вероятные находки. Нами были обнаружены остатки старинного поселения, поэтому для сохранения нашего украинского наследия принято решение приостановить данные фортификационные работы для дальнейшего изучения местности археологами. Старинные артефакты передали сотрудникам Одесского национального археологического музея. Раритетные находки пообещали добавить в коллекцию. На месте обнаруженных артефактов террабороновцы продолжают находить следы древней истории. Мы находим еще разные фрагменты амфор. Все находки тщательно складываем, чтобы в дальнейшем тоже передать музею. Виктория Синько специально для информационного марафона Freedom телеканала UAE. Ну что ж, продолжаем говорить с вами об актуальной военно-политической ситуации в регионах. Из-за мощного сопротивления со стороны вооруженных сил Украины Россия вынуждена менять планы и цели своей так называемой спецоперации по факту войны на территории Украины. В Кремле не ожидали, что украинская армия может дать такой жесткий отпор. Такое мнение в нашем эфире выразил Алексей Мельник. Он является директором программ внешней политики международной безопасности Центра Разумкова. Давайте услышим его мнение. Россия нам по определенным причинам пришлось умереть свои амбиции. То есть поначалу это был гораздо более широкий обхват, двойной обхват войск. Сейчас также, по сообщениям многих источников, россияне вынуждены оттягивать какую-то часть силу от этого района Гена. Был запланирован основной удар в сторону Харькова, потому что там тоже есть проблемы с подкреплением. Украинские вооруженные силы развивают успешное контрнаступление на северном направлении от Харькова. Следующая цель ВСУ – это освобождение населенного пункта Волчанск, что перекроет железнодорожный путь снабжения российской группировки в Изюме. Об этом в нашем эфире сказал военный эксперт Сергей Грабский. Давайте его послушаем. В таком случае, после возвращения, то есть освобождения Волчанска, мы можем говорить о том, что наши войска будут сильно угрожать противнику и в их интересах как можно быстрее будет выйти оттуда, если они хотят сохранить свою жизнь. В скором времени мы все-таки отсечем Изюмскую группировку и тогда наиболее доступным способом выживания будет сдача в плен и прекращение сопротивления на том направлении. И с нами уже на прямой связи гость, с которым будем комментировать полностью военную ситуацию по всей территории Украины. Военный эксперт Валерий Рябых. Валерий, рады приветствовать. Здравствуйте. 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 Ну что ж, Валерий, давайте начнем. Мы подготовили также информационную карту. Британская разведка и Институт исследования войны также опубликовал уже карту боевых действий по состоянию на сегодня. И видим, что уже от Харькова постепенно отводятся российские военные. Вот сейчас видим эту карту в онлайне. Скажите, пожалуйста, это в очередной раз доказывает о очередном провале военной так называемой спецоперации, как называют россияне, на территории Украины? Или о чем это свидетельствует? Будет ли перегруппировка, по вашему мнению, в другие регионы, например, на юго-восток или же полностью на восток нашей страны? Ну, в принципе, тенденция сохраняется. Основная тенденция сначала широкомасштабной войны, которую страна-агрессор развязала против Украины 24 февраля, является такой, что те планы, которые ставятся военно-политическим и военным руководством страны-агрессора, они постоянно корректируются в сторону уменьшения. Уменьшаются аппетиты. Естественно, это не просто желание агрессора. Это, конечно же, вынужденная мера, которая принуждает активные действия вооруженных сил и сопротивление всего украинского народа. Значит, на данном этапе мы видим, что, в принципе, для российских войск и большой группировки, которую они сосредоточили в районе Изюма, хочу напомнить, что там находится самая большая группировка, и именно на этом направлении противникам ставилась задача по созданию условий для отрезания большой части группировки войск украинских и взятия их в котел. Но, по всей вероятности, сейчас могут создаться условия для того, чтобы российские войска также смогли и могут попасть в котел. Ну, причем тут нужно отметить, что сама территория и местность, она выбрана противникам весьма неудачно. И если посмотреть историю боевых действий, которые проходили в этом районе, то она весьма показательна. Значит, во время, так называемого, во время Второй мировой войны, во время, так называемой, вот, Харьковской операции, а если так локализовать, это была Изюмско-Барвенковская операция, значит, в советские войска, как раз в этой части местности, попали в котел. И за две недели буквально была уничтожена огромная группировка советских войск. По разным оценкам, от 250 до 400 тысяч личного состава. Ну, и, соответственно, огромное количество техники. Местные жители еще до сих пор знают и помнят, потому что все вот эти истории, они передавались из уст куста, потому что в советской историографии об этом очень мало говорилось. Ну, поэтому сейчас как раз, вот, используя и рельеф местности, и, скажем, тактическое преимущество, которое сейчас образовалось у украинских войск, и используется для того, чтобы отрезать вот эту самую крупную группировку российских войск от путей поставки, путей логистического снабжения. Ну, что, конечно же, принудит противника или усиливать эту группировку, или отводить ее на другие направления. Валерий, если говорить сейчас о каких-то сроках, о каких-то прогнозах, сейчас контрнаступление украинской армии идет на севере от Харькова. Например, Арестович говорил о том, что будут серьезные проблемы у Путина к концу лета. У нас в эфире прогнозировал эксперт Юрий Федоров, что полное, полномасштабное контрнаступление, не только на Харькове, украинских войск начнется в июне. Что сейчас можно говорить по какой-то хронологии, как могут действовать наши войска дальше, и как может реагировать российская армия? Ну, в тех условиях, которые мы имеем, достаточно неблагодарное дело делать какие-то прогнозы, но, в принципе, можно основываться, скажем, на основных вопросах, которые мы имеем. Первое – это, скажем, увеличение потенциала вооруженных сил Украины в связи с получением последней партии военной помощи, которая уже была задекларирована. И в рамках вот этого увеличения мощи мы можем видеть, что достаточно на высокий уровень мы получим усиление артиллерийских систем. И это позволит наносить, скажем, уверенное поражение большим группировкам противника и создавать условия для контрнаступления. Ну, прежде всего, конечно же, нужно отметить с большой вероятностью, что вот наступление на севере, оно будет продолжено. Я не исключаю того, что могут, скажем, создаться условия для отвязания большой группировки войск оккупанта на правом берегу Днепра, на южном направлении. Также я не исключаю, что вооруженные силы Украины могут прощупывать и наиболее уязвимые места, в том числе и, скажем, на юге зоны, которая называется зона действий операции объединенных сил. Тоже сегодня говорили мы в эфире, что американский институт изучения войны полагает, что Украина у Украины, скорее всего, выигрыш, победа в битве за Харьков. Но при этом Москва ведет упорядоченный вывод своих сил из-под Харькова и не пытается удержать позиции. Ну, по крайней мере, был прогноз Американского института изучения войны. Как сейчас будет действовать армия Российской Федерации, если это вывод войск из-под Харькова, если это укрепление позиций, то где? Да и, в принципе, сейчас очень много разговоров о том, что истощается максимально российская армия, негде брать. Ну, и мобилизация, по сути, проваливается в Российской Федерации, в ДЛД, так называемых ЛДНР также. Хватает ли сил? Перегруппировка? Что дальше будет? Ну, вот действительно, из этих оценок можно, скажем, прийти к выводу о том, что вот аппетиты страны-агрессора ужимаются. И если говорить о перегруппировке, конечно же, не будут сосредотачиваться на тех провозглашенных целях. Цели – это выход на административные границы Донецкой и Луганской области, потому что то, что уже продано собственному населению, нужно как-то оправдывать. Хотя я вам скажу, что вероятность того, что и эти цели оккупанта будут достигнуты, она тоже начинает уменьшаться и стремиться к нулю с усилением возможностей вооруженных сил по, скажем, прежде всего, использованию разведывательно-ударных комплексов, которые составляют вот те виды вооружения, которые мы сейчас получаем от наших союзников. Еще одно из опаснейших направлений является, конечно же, ЮГ. Это удержание так называемого коридора между Ростовской областью и Крымом. Ну и, соответственно, которое будет подкрепляться идеологически и различными другими методами, в том числе и проведением, скажем, так называемых реперендумов в Херсонской области. Но здесь это обусловлено возможностями стороны оккупанта организовать логистику и противовоздушную оборону этого района. Мы вот раньше видели сообщение о том, что оккупанты стягивают на север Крыма, это, скажем, новое средство противовоздушной обороны, в частности, системы С-300. Это именно для того, чтобы обеспечить прикрытие оккупационных войск на этом направлении. Однако оперативная ситуация все равно, думаю, будет активно меняться на протяжении ближайших недель и в, скажем, сторону перевеса Украины, потому что мы это можем даже понять по той невнятной речи, которую Путин провозгласил во время парада 9 мая, где уже не было так четкой уверенности и каких-то постановки новых целей. А мне вот создалось впечатление, что все идет по какой-то инерции и большая часть руководства, в частности, и сам главарь этого режима, который засел в Кремле, он также потерял некоторую уверенность на фоне успеха вооруженных сил Украины. Смотрите, Валерий, по поводу главаря Кремля, очень часто он реагирует, когда идут переговоры, например, наши мирные между Украиной и Россией, когда подписание какой-то помощи от страны другой для Украины. Вот в такие моменты Российская Федерация, Российская Армия обычно реагирует намного агрессивнее, усиливаются бои. Вот после подписания закона Джо Байденом, президента США, о ленд-лизе, о поддержке, как вы сейчас наблюдаете ситуацию? Потому что многие эксперты говорили, что после этого может быть более агрессивное действие Российской Армии. Вы как наблюдаете? Провели ли какую-то аналогию и есть ли вот это ужесточение? Ну, вот первое впечатление, которое у меня возникает, это как раз вот тот же аппарат, и он достаточно показателен. Как раз артикуляция со стороны США была на усилении поддержки Украины, в том числе как раз и подписание закона о ленд-лизе. И с другой стороны мы видим отмену воздушной части парада, когда должен был пролететь вот этот самолет судного дня. Он, конечно, сам по себе этот самолет ничего не решает, кроме возможности эвакуировать руководство из Кремля подальше там пещеры на Урале, где-то в горах. Но, скажем так, символически он для страны-оккупанта имеет большое значение. Но мы видим, что как раз ядерная риторика после 9 мая по отношению к Украине, хочу подчеркнуть, она уменьшилась. Теперь нужно сказать, что вот, кстати, ядерная риторика, она переключилась уже на противостояние по линии Россия-НАТО в связи с подачей заявки на вступление в Альянс со стороны Финляндии и Швеции. И как раз вот это вот заявление, которое мы услышали там от пресловутого Дмитрия Медведева, еще отряда, скажем, лиц, которые могут представлять действующий режим, она касалась именно действий НАТО, направленных на ее расширение. Ну, мы видим, что эта риторика уже давно звучит, а НАТО продолжает свои действия, не обращая внимания на то, что там Кремль хочет донести. И еще один вопрос, Валерий, касательно оперативной ситуации по перегруппировке российских войск, я редакторов попрошу показать вторую нашу карту, это касательно Рубежного и Орехова. Сейчас Российская Федерация продолжает попытки получить контроль над Рубежным и не раз уже пытались штурмовать населенный пункт Орехова. Но эти попытки всегда отражались вооруженными силами Украины, вследствие чего, как мы можем сейчас спрогнозировать дальнейшие действия российских военных, куда они могут пойти в наступление, чтобы временно овладеть дальнейшей ситуацией. Потому что, как мы видим, они изначально потеряли боеспособность в Киевской области, потом на окрестностях Киева они полностью покинули Суммы и границу с Российской Федерацией. Сейчас массово отступают от Харькова, потому что вооруженные силы Украины дают мощный отпор. Сейчас как может картина поменяться? Давайте неделя-две ближайшие. Ну, нужно сказать, что вот на этот момент видно усиление действий противника на Донецком направлении, там увеличилось количество обстрелов. Соответственно, это может быть как свидетельствовать о желании противника развить успех здесь и все-таки достичь той микроцели, которую они там себе ставили на вот эту операцию, а потом это стало целью так называемого второго этапа операции. Но, соответственно, сейчас, наверное, переходят к третьему этапу, где вот эти цели, они все меньше и меньше. Не исключается, что противник будет продолжать наносить удары и отвлекающие, в том числе и в направлении Запорожья. Противнику нужно активно действовать и по правому берегу, в частности, на границе Херсонской и Николаевской области. Не для того, чтобы, скажем, расширить свои зоны влияния там, а для того, чтобы, скажем, остаться на тех же позициях. Что касается Орехова и Рубежного, это, скажем, показывает ту степень ужимания аппетитов на сегодня агрессора, что это вот такая самая минимальная, скажем, территория, которую бы они захватили, хотели захватить путем отсечения, скажем, войск, которые обороняют рубеж по линии от Рубежного до Орехова. Однако, в принципе, ну, я думаю, что противник это делает, используя тот рельеф местности, который имеется на этой территории. Однако позиции вооруженных сил Украины, они заранее там подготовлены. И, по сути дела, мы можем видеть ситуацию, когда, ну, скажем так, может меняться там ситуация в зависимости от тактической обстановки. Потому что украинские войска, они все же ведут мобильную оборону для того, чтобы сберечь силы и, скажем, создать условия для максимально эффективного уничтожения противника и сохранения максимального жизни защитников Украины. Валерий, очень благодарны вам за такую оперативную сводку, за комментирование. Потому что, честно говоря, очень важно понимать, что сейчас происходит на востоке и на юго-востоке Украины, как происходят боевые действия и где Российская Федерация теряет свою мощь и свои силы, и где ВСУ дают мощный отпор. Спасибо большое. Войнный эксперт Валерий Рябых был на прямой связи. Говорили о целом ситуации в нашей стране. Ситуация в нашей стране, и в частности на востоке, также зависит от того, как сейчас Европа поддерживает Украину, как сейчас мир поддерживает, и вот сейчас возник вопрос о том, что Пентагон может приостановить поставки вооружения в Украину. Это произойдет, если Сенат не одобрит проект об оказании помощи Киеву, сообщил представитель Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Джон Кирби во время брифинга. Он пояснил, чтобы военная помощь от США поступала Украине без перебоя, американский Сенат должен одобрить выделение еще 40 миллиардов долларов не позднее 19 мая. Тем временем Россия не прекращает обстреливать мирные украинские города и разрушать нашу инфраструктуру. Подробнее о ситуации в нашем материале. Российские оккупанты подтягивают тысячи единиц техники и солдат, чтобы захватить еще больше населенных пунктов Луганской области. ВСУ готовы к любому развитию событий, настроены дать хороший отпор противнику. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что российские войска почти взяли под контроль город Рубежное. В то же время в Белогоровке несут все больше потерь, из-за чего целый батальон россиян уже отказался идти в наступление. Враг продолжает штурм Азовстали, применяют авиацию, корабли и сухопутные подразделения. Украинские защитники в Мариуполе уничтожили 6 тысяч оккупантов. В том числе и одного генерала, сообщил заместитель командира полка Азов, капитан Святослав Паламар. Также уничтожены 78 танков, более 100 единиц бронетехники. Президент Владимир Зеленский сообщил, что продолжаются тяжелые переговоры с оккупантами относительно эвакуации военных из Азовстали при участии международных посредников. Не прекращаем попытки спасти из Мариуполя и Азовстали всех наших людей. Сейчас продолжаются очень сложные переговоры о следующем этапе эвакуационной миссии. Вывозе тяжелораненых медиков. Речь идет о большом количестве людей. Конечно, делаем все, чтобы эвакуировать всех остальных, каждого нашего защитника и защитницу. Уже привлекли к соответствующим переговорам всех в мире, кто может быть наиболее влиятельными посредниками. В Харьковской области оккупанты подорвали три моста, которые необходимы для контрнаступления украинских сил, сообщает СНН. Это значительно усложнит украинским военным переход через реку Северский Донец. Речь идет о мостах возле населенных пунктов Рубежная, Старый Салтов и Печенеги. Также противник нанес ракетный удар по Дому культуры в Дергача Харьковской области. Разрушили находящийся там гуманитарный штаб. В результате обстрела погибли два человека, которые находились в здании. Четверо получили ранения. Вчера был прилет системы «Ураган». Было пробито три этажа, но бомба, к счастью, не взорвалась. Мы избежали жертв. Но ночью снова по тем же целям оккупанты отработали и нанесли разрушение. Как видите, Дом культуры практически полностью уничтожен. Это гражданский объект, который не имеет отношения к военной инфраструктуре. Американский институт изучения войны полагает, что Украина, скорее всего, выиграла битву за Харьков. Москва ведет упорядоченный вывод своих сил из-под Харькова, не пытаясь удерживать позиции. Целью ВСУ на данный момент институт называет нарушение коммуникации между Белгородской областью и группировкой противника, которая действует на изюмском направлении. Однако, считают эксперты, эти линии коммуникации во многом для украинцев недоступны. Особенно к востоку от Харькова, где стоит водная преграда, Северский Донец. В результате вражеских обстрелов в Николаеве повреждены пять объектов городской инфраструктуры и более десяти жилых многоэтажных домов. Пятеро гражданских получили ранения. Также под обстрелы попали две системы очищения воды и емкости для воды. Россия вывела из Севастопольской бухты в Черное море почти все корабли, на которых ракетное оружие, сообщает Крым Реалии. По данным журналистов, в акватории сейчас могут находиться три фрегата «Буревестник», четыре малых ракетных корабля «Буян-М», два ракетных «Буревестник» и один «Тапир». Кроме большого десантного корабля, все эти корабли несут на борту ракеты. Нас ожидают очень сложные недели. Сколько их будет, точно никто не скажет. Рост давления санкций на Россию и увеличение иностранной помощи Украине в перспективе нескольких месяцев должны создать условия, при которых Кремль окончательно утратит шансы добиться какого-либо успеха. Тогда должно появиться новое окно возможностей для Украины. Алексей Резников, министр обороны Украины. На славянском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Долгенькая, Долина и Гусаровка. На южнобужском направлении противник продолжает обстрелы позиций наших войск из минометов и ствольной артиллерии. Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов в интервью в «Сканьюз» рассказал, что президент России Владимир Путин серьезно болен раком, и в Российской Федерации уже происходит переворот с целью его свержения. Он также отметил, что Украина обязательно победит в войне с Россией. Переломный момент наступит во второй половине августа. Большая часть активных военных действий завершится до конца этого года. По результатам этой войны мы выйдем на свои административные границы, которые мы потеряли за это время, и полностью восстановим украинскую власть на всех наших территориях, включая Крым и Донбасс. Каролина Королем, Марьяна Кречет, специально для информационного марафона «Фридом» телеканала Юэй.